Славный подарок Сегодня мы продолжаем наше занятие. Третье занятие по развитию музыкального слуха. Сегодня вторая часть третьего занятия. Будут тренироваться мужские голоса. Впереди у нас еще две части этого занятия. Я специально не присвоила этим занятиям новый номер, чтобы вы почувствовали, что задания у нас аналогичные. То есть цель у нас сейчас с вами это попадание в тон, то есть научиться попадать в тон, который задает инструмент. А вся разница будет в том, что тренироваться будут разные голоса на разном уровне высоты. Сегодня мужчины, те, которым будет удобно петь вот здесь, в этом диапазоне. Я думаю, что это большинство мужчин, это и не высоко, и не низко, попробуют пропевать правильно ноты, которые будут играть пианино. То есть я буду играть на пианино. Давайте попробуем. Как и в прошлый раз, первую нотку я буду играть, а вторую нотку вы будете пропевать вместе со мной. Ну, естественно, я буду пропевать на октаву выше, то есть я буду пропевать вот здесь. А вы будете начинать вот здесь. Ну, прежде чем мы начнем с вами это упражнение, эту тренировку, несколько слов скажу о том, что же здесь у нас изменилось по сравнению с написанием нот на прошлом занятии. Прошлой части третьего занятия. Значит, здесь у нас, как и прежде, написаны вот такие значки. Верхний нотный стан из пяти линейчик, нижний нотный стан из пяти линейчик. И вот такой вот знак, который называется скрипичный ключ. Ключ-соль, потому что он начинается, его написание начинается со второй линеечки. На этом месте, в скрипичном ключе читается нотка соль. То есть ключ это, ну, такая система чтения нот. Вот в системе чтения нот скрипичного ключа на второй линейке читается нотка соль. Вот, а это ключ басовый, басовый. Здесь, соответственно, все сдвигается вниз, потому что иначе бы нам не хватило добавочных линеечек, было бы слишком много места занято ими, а также трудно было бы подсчитывать, сколько их там. Вот, поэтому те ноты, которые звучат пониже, принято писать в басовом ключе. Есть пограничная зона, где можно написать и в басовом, и в скрипичном. Басовый ключ называется ключом фа, потому что на четвертой линейке, вот здесь вот, начинается его написание с такой жирной точечки. Вот она нотка фа на четвертой линейке. Значит, это фа малой октавы. Мы с вами по-прежнему будем пропевать ступени гаммы до мажор, а разницы между мажором и минором кратенько я говорила в прошлый раз. Если понадобится что-то более подробно объяснить, остановиться на чем-то более подробно, что-то непонятно показалось, пишите в комментариях. Возможно, я смогу этому уделить в следующем уроке большее время, объяснить или ответить вам лично. Начинаем наше упражнение. Первую нотку я только играю, а вторую пропеваю вместе с вами. Только еще раз повторяю, я пою на октаву выше. Ду Фа 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 Ни Ре До 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 Напоминаю, что образцы своего пения вы можете присылать мне на почту, либо прикреплять на сайте в виде файлика. Если вы не занимались никогда вокалом и не имеете навыков вокала, то я очень не советую вам сейчас смотреть в интернете какие-то системы пения, каким-то образом стараться вдыхать и выдыхать по науке. Сейчас у нас задача совершенно другая. Мы учимся правильно интонировать, то есть попадать в тон, петь чисто, то есть это начало всякого пения, потому что иначе даже имея прекрасный голос вы не сможете пропевать чисто, если у вас конечно нет Ну, так сказать, с детства такого специального дарования. Есть конечно у нас люди, которые сразу чисто поют и не задумываются над тем, как это происходит, но это конечно единицы, а для всех остальных нужна тренировка, что мы с вами сейчас и делаем. Значит, второй раз, так же как и на прошлом занятии, мы будем с вами пропевать нотки уже самостоятельно, то есть я только играю, а вы вторую нотку пропеваете. Первую внимательно слушаете и так уже приноравливаетесь мысленно, а вторую поете вслух. Начинаем. Внимание. Сполагает. Сполагает. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»